Подготовительные к окрещению, не на само крещение только. А подготовление к празднику идет за несколько дней. Церковь как бы уже устилает нам дорогу, слуху, глазам нашим, чтобы мы подготовились, а не так, что сразу пришел Господь и люди приняли Его. Мы знаем, что до Рождества Христа прошло 5508 лет. Сейчас времени вполне было достаточно приготовиться, но оказалось недостаточно, что Господь, явившийся, оказался неузнанным. И вот люди, окружавшие Христа, каждый хотел найти самый близкий путь к Нему, чтобы Него принял. А Господь знал, чего не хватает человеку. Подходят бедные, находят утешение, прокаженные исцеления, слепым открывают очи. И вот явился человек, у которого всего в достатке. По-настоящему современный русский олигарх. А я хочу наследовать жизнь вечную. Что мне не хватает для этого? И Господь говорит, богатство, ты хочешь быть в совершении, продай его. И не как-то по счастям, не в завещании оставить, мы еще и на это не решились, а сейчас сам своими руками. И своими руками раздай нищим. А нищеты всегда хватало. Он же, смутившись от всего слова, юноша сей, отошел с печали, потому что у него было большое имение. Недвижимость. Это всегда в цене. Квартиры. Я вот с квартирами пока ничего не успеваю. Сколько ни говорю, все стоит на месте. Я думаю, еще при жизни моей случится то, что кто-то из вас умрет, и ваши квартиры пойдут на распыл, то есть из ваших неверующих детей. Ничего, кроме сожаления, у меня это уже заранее не вызывает, а у вас будет горький осадок, горькая печаль и слезы. Я говорю о тех, которые не имеют детей, или имеют, которые самостоятельно живут, повозь. Вы совершенные хозяева квартир. Найдите нуждающихся верующих и им отдайте. Чтобы у вас там завещание было, собирайтесь здесь. Делайте это место сбором для ангелов и для людей, чтобы здесь Господь присутствовал. Юноша отошел с печали. Имение, нахожусь в Священном Писании, просто подать милостыню, это одно. Но отдать имение, где ты жил, где каждый уголок тобой вылезан, каждая дощечка тобой прибитая, и отошел с печалью. И осмотревшись вокруг, Иисус говорит Своим ученикам, как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие. Трудно. А если богатства нет, намного легче. Как трудно имеющему хорошую должность войти в Царство Небесное. Я говорю, родился губернатор. Но мы же верим, что он живой. Мы-то верующие. В это верят и Ислам, и буддин. Все верят. Но вот сейчас там бы ему сказали, отсюда возврата нет. Но бог иногда делает исключение. Бывает так. Воскрешает прямо из могил, похороненных. И мы в Евангелии встречаем. И ему бы сейчас сказали, мы тебя отпускаем на неопределенное время, и может быть ты бы дожил за 70 лет, но он что еще, молодой, считай, человек. Но ты будешь ходить в сапогах кирзовых, будешь проповедовать Евангелие, будешь соблюдать все посты, настоящий православный христианин. Да и показали бы ему, может, на нашу общину. Приняли бы мы его, нет, в оглашенных постоял бы. А он бы стоял и плакал в коридоре. Спросился. И вот те, которые высказывали соболезнования по поводу его гибели, как бы они теперь к нему отнеслись, высокопоставленные начальники, его заместители, что бы они ему сказали? Как трудно имеющим богатство, должность, знатность, красоту войти в Царствие Божие. Почему и описывается, что тяга в монастыри была обратно пропорциональна к красоте. Если красивая, она и тут счастье найдет. А когда одеваться некуда, дурнушка, тут ей проще дверь открыта была. Но все равно она и в этом мире ничего не возьмет. Да хоть в монастыре она каждый день будет опихоженная. Ученики ужаснулись от слов Христа. Так кто же может спастись? А им-то чего было ужасаться, когда ничего не было? Совершенно бедно жили. Одна сеть рыба. И Господь сказал им в ответ. Дети, как трудно спастись надеющимся на богатство. Не в самом богатстве дело, не в самой должности. На большой должности нужно много добра делать. Хорошие указы издавать, помогать нуждающимся, правильно распределить финансовые средства, по нужному потоку отправить. Вот я решил посмотреть, по слову Божию, что имеет у нас наибольшую ценность, и как этим распорядиться. В книге «При мудрости Соломона» 5 глава 2 стих говорится о том, как наступит судный день, и окажется, что спасутся те, о ком совсем не думали. Задается даже загадка одному разумному человеку. Скажи, вот ты в рай попадешь, чему-то будешь удивляться? Да. Я поблагодарю Бога, поклонюсь. Я, говорит, больше всего удивлюсь, что в раю я не найду тех, о ком думал, что они святые, кто канонизирован был. А потом поднимлюсь еще больше тому, что в раю увижу тех, которые считали совсем неугодными для Царствия Небесного. А откуда он взял эти слова? Вот из этого места. Сами неверующие там, увидев спасенного, смутятся великим страхом и узумятся неожиданностью его спасения. Потому что спасение добывается иными принципами. Не подвигами, что я много поститься, молиться, буду рекорды ставить, а верой даром. Вот даром ничего не надо. Помяни меня, Господи, этого достаточно, чтобы ты вошел. Но не забывайте, если бы разбойник с креста был отпущен, то теперь-то он жил бы уже как подвижник. В момент, когда ты обращаешься к Богу, ничего не надо. Не так, что 20 лет давай подготавливайся, пока ты научишься, все подвиги по 10 дней не есть. Ничего не надо. Скажи, я верю, Господи, в Христе, что Ты умер за меня. Я верю, что Твоя кровь, пролитая на Голгофском кресте, за меня. Что струи крови льются на меня и омывают мои грехи. И Господь говорит, приходящего ко мне я не изгоню вон. Примудрец Иерахал, 29 глава 10 стих, говорит так. Грешники смутятся и подивятся живущим в мире. Вот они смущаются, видя, как мы живем. Спрашивают, а в чем вы нуждаетесь? Еще это негодное для меня слово «проблема» употребляет. Как вы смотрите на кризис? Никакого кризиса нет. А как смотрите и дальше начинаете? Мы ничего этого не видим. Мы просто живем, работаем и каждый день Бога благодарим. Неверующий говорит, почему вчерашний день был лучше, почему раньше жили лучше. Не от ума ты это говоришь. Верующий наоборот говорит, ну почему с каждым днем так все лучше и лучше. Ну вы видите, это неверующий, настоящий. Даже несчастье случилось. Пройдет короткое время, и ты видишь, во благо Бог это устроил. Это хорошо. В книге Бытие, 32 глава 7 стих, говорится о страхе, который свойственен даже праведным людям. Люди испугались, ученики. А здесь испугался Иаков, увидев брата Исава, который идет на него. А что нужно сделать? Задобрить его дарами. Он это понял. Если кто-то на нас гневается, самый простой выход узнать, в чем он нуждается, ему это подарить. Раньше, когда ничего нигде не было, соседки между собой жили недружно. И посоветовали, возьми обыкновенный кусок хозяйственного мыла, «Подари». А тогда это все по клеточкам подавали. И она утром вышла, и только из двери она сразу, «Прости меня, я хотела тебе подарить». Та неожиданности такой просто удивлена была. И у них наладилось доброе отношение, наладилось все, повернулось. Совсем незначительный, но раз нужен. Может быть, позвонить, сказать, признать, а сказать «Прости». Но что-то надо делать, в этом положении никак не оставайся. Бытие 42-28. Когда встречается какая-то неожиданность, как было с братьями, когда они отъехали от Параона, а вернее от брата Иосифа, что с ними было? Они в мешках у себя увидели, лежат деньги, которые они заплатили, вернулись не только клеточки, а оказалось и деньги кастир им вернул. И написано так, и смутилось сердце их. Они испугались. Когда с нами подобное делает Господь, это естественно, из обычного ритма, как бы выбивает нас это. Для неверующих это бывает катастрофически, но они не выдержат от нас стресса, а мы просто благодарим Бога. Мы знаем, многое в нашей жизни бывает не так, как мы ожидаем. Исход 15.15. О том страхе, говорится, который Господь навел на окружающие народы, когда Израиль входил. Я специально посмотрел, от чего смущались люди, чтобы нам увидеть, что это смущение наводит Господь, чтобы поставить каждое на свое место. Великое дело сделал, конечно, князь Владимир, приняв христианство на Руси. Но еще большее дело сделали бы греческие монахи, если бы они пришли туда со знанием языка и пошли проповедовать. Вот то, что мы несем сегодня, тысячелетие крещения Руси, это только маленькие искорки того, что могло быть бы. Евангелие в народ не пошло. Его боялись. Я нахожу прямо из истории, из житий, живой евангельской проповеди боялись. И поэтому осталось все на традициях и на обрядах. Непременно везде одеты только традиции и обряды. Ни закона, ни канона, ничего. И Евангелие сегодня одна из самых нежелаемых книг не только в стране, но и в церкви. Самопевец Давид, 29-й столом, 8-й стих, говорит так. Отчего люди смущаются? Но ты сокрыл, Господи, лицо твое, и я смутился. Надо чувствовать, когда Господь благоволит к нам. И когда сокроет лицо, вот тогда наступает смущение. 47-6. Грешники, увидев Его, смутятся и обратятся в бегство. Евангелист Лука 1-12 говорит, что смущение постигает и верующих. В Захарии явился ангел, и Захария смутился. Вчера не было, позавчера, каждый день службу вел в алтаре, и вдруг ангел, я не думаю, что наш батюшка сегодня не упал бы там, если бы явился мой ангел, и сказал добрые слова, или гневные, поучительные. Но мы привыкли к этому, уже все занаряжено у нас, как стоим с постели, а вот если по-другому? И внезапно, говорит, вспыхнула его постель. Вот ложите на нее, она вдруг запылала огнем. А почему? А молился, Господи, дай мне духа бодрственного. И Господь показал ему, постель вспыхнула. Да ведь это не только здесь. Иногда настолько неожиданно бывает, человек живет коммерсантом, работает, у него свое заведение, деньги, прибыль, ну все нормально. Жена варит, он мясо покупает, а сам везде, там обвешивает, там пересортизу сделает. А она варит, кастрюлю приоткрыла, выплывает кисть руки, голень, голова выплыла. Она подбежала, Никита, что в чашке-то будет у тебя? Гляди, он посмотрел, и правда бурлит в кастрюлях, а там человеческие члены тела, это значит кому-то не додал, кто-то голодный лег. Мы знаем, в дальнейшем это будет святой Никита. Вот неожиданность, вот этот переворот произвело в нем видение кастрюли своей. А если в нашу-то сейчас кастрюлю бы Господь дал видение, то наверное кое-что отобразилось бы кое-у-кого. Начиная с депутатов, когда бы увидели они все, каким образом они себе получают такие оклады, зарплаты и прочее. Увидели бы голодные лица, бы хоть как в зеркале отобразились. Смутились бы, наверное. Смутилась и Божья Матерь, написано 1,29 Луки, когда явился ангел, возвестил, как так это может быть? Она, я мужа не знаю, а как он родится. Значит, свойственно и святым приходить смущение. Но это смущение очень кратковременное. Оно тут же уходит, когда Господь разъясняет в чем дело. В Деяниях 15, 24 плохо то смущение наводят люди, желающие искать своего. И апостолы, говорят, явились люди, которые своими речами смутили вас, поколебали ваши души, стали приносить что-то чуждое христианской вере. Давайте это обрезание. Я знаю на Белокринитской церкви, старообрядческой, у них обращение в основном или смешанные браки. Я хочу жениться, а она старообрядка. Ему говорят, прими крещение, тогда дадим тебе. Тогда вот это приобрели. Ну а дальше идет только разложение, он же не верующий. Или от того, что человек не тверд был в своем убеждении. Мне один рассказ, он уже секретарем у митрополита. Я говорю, а как ты обратился? Ты же был в патриархии. Я пришел, а дедушка ко мне подошел и говорит, а ты там не спасешь, что ты не коньянин, ты и ретик. Этого достаточно? Да. Я говорю, сразу перешел к ним. Это неотразимо иногда действовать. А ничего он не показал. А к чему ты пришел? Все, заглохло, умерло. Ну я говорю, с этим ты и умрешь. Какой ты был, Саша, такой, я говорю, ты и будешь. Если бы ты посмотрел в это, ты поглядел бы, как верили все Александры святые с первых веков. Во что они верили? Ты бы этим людям сказал нет, веришь ли в моей жизни? Нет, спокойно ответил. А ответил бы, что у вас нет Евангелия, и у вас тьма непрорубная. Египетская тьма. И вас постигнет только десятое чудо, когда всех первенцев потеряете. Потому что люди не уверены, дети уходят в мир. И так у пророка Исаия 13 глав 8 стих говорится о том, когда приходят какие ужасы. Господь говорит на виду ужас и содрогнется и боли охватит чрево, как женщина, имеющая в родах. И не кому-то говорит, а господствующему городу Вавилону, который гордился, как наша Москва сегодня. Но Господь говорит будет вот так. Я ужасаюсь, считая Библию в точности перевода, сравнивая с другими местами. Как Бог возлюбил нашу русскую нацию, что дал таких знатоков языков разных, что перевели Библию, дали на русском языке. И далее ужасаюсь, прихожу в ужас, что уже с 1876 года Библия на полочках стоит, у каждого архиерея, по благословению патриарха издают, ее нет в храмах, ее не проповедует, народ Библии не знает, это ужас какой-то. Но места свято пусто не бывает. Святая Библия попала в руки людей и ненаученных, сектантов, перетеков, из-за границы хлынули, растаскивает пасту, только охает и ахает, но по-прежнему давят на монастыри, на крестные ходы, на иконы, на что угодно. Но сегодня прямо патриарх объявил бы, что каждый день проповедует Слово Божие, везде открыть курсы изучения Библии по блаженному эпилакту. Обстановку в течение трех лет можно было бы изменить. Пророк Иеремия в 4 главе 9 стих говорит так, придет время, когда священники это поймут и ужаснутся священники. Сегодня они такие довольны, ничего не скажи, все они знают. Мы вот видим, у нас отец Павел приезжает туда и рассказывает, как они с ним обращаются. Издеваются, ерничают и прямо из алтаря. Вы думаете, чем можно священника устрашить? Никогда не догадаетесь. Десятины. Обычно священники любят, когда им деньги дают. Установили, у нас десятина, почему же, это по закону. И вот там он приучил, и некоторые стали давать. Священник отказался. Это значит, во-первых, он не слышал про это, а потом десятина есть, он говорит, торговля тогда не нужна, все платят тебе десятую часть. Я брать не буду. Он говорит, давай, давай, торговки. Тот узнал, священник запрещают. И вышел, прямо с амфона и говорит, десятина, это не христианское дело. Никто не платит. Ну, десятину платят только двое, а отказаться придется от миллионов. тут понятно все. Если бы все в один день заплатили ему, тогда бы он еще согласился, но от киоска все равно бы он не отказался. И написано, ужаснуться священники, ужаснуться, видя, как паства убывает. О чем говорил Теопан Затворник? Поколение два православия на Руси исчезнет. Что будет дальше? Евангелист Мак, 1 глава, 27 стих, ученики ужаснулись и спрашивали, что же это за новое учение, что и бесам повелевает. Если мы будем с силой и властью Христовой разговаривать с иеритиками, проповедовать, то люди ужаснутся. Неужели это есть православие? И Марс, 16, 5. Женщины увидели юношу в белых одеждах, и ужаснулись. 1 Маковейска, 2, 61. Что надеющиеся на Господа не изнимогут. Премудрость, 3, 9. Что надеющиеся на Господа познают истину. Господь сказал, что надеющимся на богатство трудно войти в царствие Божие. Я решил найти, а на что надеяться нужно. Здесь говорится надеющиеся на Господа. Им Бог откроет истину. Как-то это связано с тем, что Бог откроет понимание истины. А не так, что считаю, а я считаю и ничего не понимаю. Если так и говорят. Я считаю, ничего не могу понять. Но после того, как блаженный Пепелактис Пепелактис толковал, как ты можешь сказать, что не понять. Если на это уже дали комментарии, как ты можешь не понять этого. Мы разобрались во всем. И научились, говорится, и рожать, и половики ткать. Но это-то проще. Потому что с открытым текстом написано. Сыраха 33, 25. Надеющиеся на Господа не потерпят вреда. Не так, что если я на Господа надеюсь и уйду с работы, где приходится воскресенье работать, то меня с работы выгонят, будет какой-то ущерб. Ничего подобного. Надеющиеся на Господа не потерпят вреда. Стала ходить. Ну, мы видим, одна у нас уже ходила. В храм тут стала ходить. Муж ее приструнил. Она испугалась. Она говорит, тогда жить с тобой не буду. Все. И больше ни разу не пришла. Надеющиеся на Господа не потерпят вреда. Тебе дана возможность его обратить. Нас пугают родственники, близкие. Ну, кто выше ставит сына, мать, дочь любит, больше меня не достоин меня. Итак, из этого случая, что Господь сказал юноше, который надеялся на большое богатство, мы извлекаем в себя великую выгоду. Надо положиться было на Господа. Раз ты сам вылез на это, попросил продать и пойти иным путем и раздать, и сказать, Господи, у меня ничего нет, а как я буду жить, где ночевать? Иди со мной. Подушка тебе всегда найдется. А нет, как у военных, седло под голову. На это решиться сегодня непросто. Поэтому я убеждаю, приготовиться к исходу из этой жизни и заранее обдумать, куда все наше пойдет. Сделать на это подписку. Благословен Господь, дарующий нам во Святом Священном Писании грозное предупреждение, как трудно войти в человеку, надеющемуся на что-то, кроме его самого. Аминь. Аминь. Аминь.